Добрый день, дорогие друзья, конкурсанты и гости суперфинала 2-го межнационального песенного фестиваля-конкурса «Поем на родном и государственном». Пусть мне огласить приветствие руководителя Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы. Дорогие друзья, приветствую вас на 2-м межнациональном песенном конкурсе «Поем на родном и государственном». Народная песня удивительно отражает характер народа, его обычаи, исторические события, отличаются своеобразием жанрового содержания, музыкального языка, структуры. Народная песня неразрывно связана с бытом и трудовой деятельностью народа, а также его характером. Ведь создание слова музыки — это единый творческий процесс, в котором решающее значение имеет традиция. Песня раскрывает такие глубины, такие тайники национального характера, которые невыразимы, непостижимы в иных жизненных ситуациях. Человек пел и поет почти всегда. В походе, в краткие минуты отдыха, в горе и радости, в будни и праздники, в юности, в зрелом возрасте и в старости. Где, как ни в песне, можно увидеть и понять характер народа, его широту, доброту и щебрость, самородный нрав и задор. Я желаю участникам конкурса отличных выступлений и ярких побед, а гостям мероприятия прекрасного дня и незабываемых впечатлений. С уважением, руководитель департамента Виталий Иванович Сучков. Разрешите буквально несколько слов. Во-первых, хотела бы поблагодарить всех, кто пришел сегодня в этот замечательный зал. Ведь именно для вас, дорогие гости, мы проводим все мероприятия. Ведь именно для вас проводим мероприятия для того, чтобы дружба, мир и согласие навсегда поселились в нашем замечательном городе. Благодарю вас и отличное настроение. Целу предоставляется на себе Жону Насибжоновичу Абдуганееву. Благодарю вас. Уважаемые друзья, для меня огромная честь сочетать приветствие от имени руководителя Федерального агентства по делам национальности Барина Игоря Вячеславовича. Дорогие друзья, от имени Федерального агентства по делам национальностей приветствую вас в торжественной церемонии подведения итогов песенного фестиваля конкурса «Поем на родном и государственном». Музыка и поэзия являются одними из первых видов искусств, которым овладел человек. На протяжении тысячелетий песня является средством коммуникации, ведения летописей, выражения чувств и передачи знаний и опыта от старшего поколения к младшему. Не повторим тот факт, что песня может обвинять людей вокруг общих серий, укреплять их дух и веру. В последствии песен мы знакомы молодые поколения с трудностями и победами нашего многонационального народа в прошлом и помогаем им сформировать достойные представления о будущем, воспитываем чувство любви и уважения к родине, собственной культуре, к согражданам. Такие мероприятия, как фестиваль-конкурс «Поем на родном и государственном» акцентируют внимание общества на национальном песенном творчестве народа в России и, несомненно, имеют большое значение для многонациональной музыкальной культуры нашей страны. Они помогают выращивать чувство патриотизма и народного единства. Что так важно для нас, это непростое время. Поздравляю вас всех, участников и организаторов конкурса, с приезжающим праздником Днём Народного Единства. Желаем вам успехов и творческих побед. В переводе на русский «Нет войне». Левченко Анастасия, самая юная участница нашего фестиваля конкурса. Ваши аплодисменты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр!